Вторая война, Рима с конфагеном. Не дошевляясь нападения Рима, молодой фланговый полководец Галлигал двинулся первым. Он набрал войско и 5 месяцев они шли до Аль. Потом 15 дней еще коробкались вверх и потом спускались по узким и скользким тропинкам. Падали слоны, лошади и войны. Половина прошуток, два вопроса. Начинаем с первого. Скажи, пожалуйста, дата замена работы Вадима и вторая война с конфагеном. В 2018 году по 215. Хорошо. И второй вопрос. Укажи нам, почему именно Ганнибар, вроде бы, путь на Рим был открыт, но он не пошел сразу туда, а двинулся же на юг Италии? Потому что, во-первых, чтобы пополнить войско, а во-вторых, Рим был укреплен подальшественным. Хорошо. Теперь давайте по оценкам. Вы оцениваете, ставите оценку сейчас Даше и объясняете, почему мы поставили данный оценок. Алена, вы проводите. Я считаю, что поставить пять, потому что она рассказала путь полностью. И ответила на вопрос положенной сложности и на сложенную. Высокая сложная, да? Вот тут вот, как оказалось, больше немножко. И вот здесь была совсем неприметно, но довольно-таки большая мощь находится. Да, в начале Рим стал атаковать первым, и из-за этого полумесяц стал прогибаться. Римляне уже обрадовались, что победа у них в руках, но вдруг подоспела конница, набранная из гальских племен, и они их вот так просто захлопнули. То есть римские легионы, легионеры, воины, они оказались в ловушке. 80-90 тысяч в ловушке, это не представляю какая там была. Да, и началась фактически кровавая война, там каждый камень, каждое копье брошено, оно попадало в цель. Погибло 70 тысяч римлян, и также консул, который второй предлагал сделать немножко по-другому. Да, не было, ну беседливо помнился, плачем, рыдали, не было семьи, в которой не плакивали погибших. Да, и посол Ганнибал пришел в Сенату и решил заговориться, ну как бы миром. Да, но Сенат даже как-то не стал его слушать, и они его прогнали. Да. Так что, на это начало. Сначала покажите, пожалуйста, территорию Римской Республики к началу войны. Остров Сицилия, остров Карсика и остров Сент-Иния, и еще этот полуостров. Так, а как он называется? Полуостров Пи... На полуострове... Ой! Полуостров это какой? Полуостров... Так, извините. Мамочки, не помню. Дальше идем. Второй вопрос. Поход Ганнибала. Покажи, откуда он вышел и как он пошел. Он вышел из Карпаньера, пошел вот так, пошел через море... Через тролив. Пошел по Испанию. Давайте с вами и проговорим, как именно происходит освобождение Греции. На тот момент именно Рим, они были очень хитрые. Мы, в принципе, с вами это обсуждали и знали, да? Они ставили сюда себе четкую цель. Где-то можно натравить друг на друга противников, да? Чтобы они, поссорившись, друг друга поубивали и все, проблем их нет. А где-то надо было, приходилось все-таки собирать армию, легионы и идти воевать. И вот здесь они свитрили. Они решили, чтобы захватить македонцев, надо сначала кого подговорить и кто? Грецов. Молодец. И они так тактично приехали к ним в гости и стали им рассуждать в позиции того, что мы вам сделаем все лучшие условия для жизни, вы только согласитесь с нами быть. Пока шли там переговоры, начали вести переговоры с Сирией. Там правил такой царь, его звали Антиох, посмотрите внимательно. Ему они сказали, пока мы будем захватывать Македонию, ты не должен вступать в этой войну, чтобы по одной причине. Они сами сказали, мы захватили Египет и подарим вам эти земли. Они будут ваши. Понятно, как любой царь, что ты не согласишь на такие условия, тебе подарок, какой поорганизует. И он, когда сказал, да и не будет вступать в этот конфликт. И на тот момент, что же происходит как раз на территории Греции? На представлении, вы помните, да, где организовывались всегда состязания, происходит очень интересное событие. Откройте в учебнике, давайте посмотрим. Столица 200. Откройте. Откройте. Именно смена господ. Вот так эти греки, они также, спокойненько вводя в состав римского государства, не осознали той опасности, в которой они оказались. Они были порабощенным уже народом. А на тот момент как раз начинается наступление на Сирию. Оно ведь не рысней, как? Так, собственно, у меня рука, да, и мы комментируем. И как происходит наступление? Опять же, Антиох не ожидал этого. Он не думал, что мы с Римом. Друзья, все хорошо. А тут внезапно Рим нападает за свои армии. Причем в битве при Магнесе, учебники этого нет, записывать это не будем. А нам нужно запоминать хотя бы, чтобы полная ассоциация была. В данной битве сирийская армия проиграла. Она не выдержала натиск именно Римского региона, Римской когорты. И вот тогда Сирия запросила мира. Но после подписания этого мира, в римлянам было мало этих земель. Они двинулись дальше. И двинулись как раз. Только римская фаланга опустила свои копья. Римцы, как говорится, своей пехотой двинулись в строя. Помню, там мы показывали, я вам видео. Вот в этом движении они не понимали, как подойти вообще к воинам. Кто-то пытался подлезть просто ниже. А что, копье можно? Хоп-хоп вниз опустить. Покойно. Они пропустили вниз. И когда бежали, кто-то хорошо тянет копье, кто-то нет. И начинается вот это разделение. Между ними образовали что? Воды. Воды. Проходы такие. И вот здесь римский консул, когда увидев эти проходы, он говорит, ну наступление. И он сам побежал с этого холма. А вот представьте, что он делает. У римлян несколько рядышком всегда были небольшие ножички. Он достал этот ножичек и наклоняется. Представьте, как тяжело македонскому воину держать это копье тяжелое. Он говорит, повернуть, если на тебя кто-то бежит, резко не сможет, потому что рядом стоят тоже твои воины, твои друзья. Это если ты повернешь, то ты его напорешь на копье. И вот тогда римляне, развернувшись, стали со своим консулом бить просто в боками. Заходить в тыл и бить по сторонам. Кто в ребро, кто в ногу. Главное что-то растить, чтобы человек упал. Соответственно, он уронил это копье. И, как военная единица, он уже не выдержит там находиться. Он не сможет продолжить бой. И вот на этом разгром македонского государства будет завершен. Здесь было векование. Великая победа. И римляне считали, что они с достоинством ее выиграли. Не упоминая больше никогда ни в одном источнике, что они вообще собирались. И вы должны об этом знать. Ну и, конечно же, мы должны с вами пробрести очень важный момент. Когда Македония была повержена, впервые заговорили о праве полководца произвести триумф. Посмотрите, что это такое. Это именно марш, это право победителя торжественно Великие купцы войдали в соперничество с опытными карфагенскими купцами. А? Угу. Старый влиятельный сенатор Катон, побывав в Карфагене, был поражен обилием кораблей и товаров в граманях, и богатством жителей. И когда он вернулся на родину, он утверждал, что этот город должен быть разрушен. Угу. Может так, а? Каждую речь сенаторей Катон заканчивал словами, все же я полагаю, что карфаген должен быть разрушен. Так, 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 так. Началась война. Римское войско оседлало карфаген. Все жители города... А, била. Ой, извините, била. Все жители города встали на защиту. Женщины обрезали длинные волосы, из которых делали канаты для летательных машин. Город был взят, разгроблен и сожжен в том же году, что и Карим в 146 году до н.э. Кальфаген сравняли с землей, предав вечному проклятию то место, где он стоял. Вот. Запомните, что с того момента, со 146 года на этом месте... ...то... ...